Первый этап обновления стадиона «Прогресс» – футбольное поле и беговые дорожки – сдали в 2021 году. Прошло два года, а спортсмены так и не могут полноценно тренироваться. Во-первых, объект до сих пор не принят на баланс, во-вторых, рядом свалка строительного мусора. Этот мусор остался от прежних подрядчиков, которые непосредственно занимались укладкой поля. Здесь нужно будет всеми нашими общими усилиями совершить небольшое такое мероприятие по уборке мусора. Тем самым мы сделаем доступ для наших ребятишек для занятий физической культурой активно. Бобины от кабелей, доски, банки из-под краски, арматура, по сути, бейчан приглашают расчистить строительную площадку. По плану на месте свалки должны возвести трибуны, третью очередь – обновление прогресса. Когда осуществятся эти планы, неизвестно никому. Именно поэтому сейчас остро встал вопрос на ведение порядка на участке, где могут заниматься спортом дети. Фигуристы и хоккеисты, которые занимаются рядом на ледовой арене, готовы засучить рукава. Они первые, кто вызвался помочь. Хорошая идея, потому что ведь кто будет пользоваться стадионом – это спортсмены. Поэтому наши родители и наши дети тоже примут участие. Мы с удовольствием готовы присоединиться, помочь все убрать, организовать, для того, чтобы всем было приятно заниматься и детям, и взрослым смотреть на праздник спорта. Не все жители Новокограда разделяют точку зрения спортсменов. Как только власти города кинули клич с просьбой в интернете, начались обсуждения – чей мусор и кто обязан его убирать? Строители, строители, ну они должны все, как говорится, работу свою выполнить полностью, чтобы все было чисто, чтобы, как говорится, с нуля все, чтобы было. Ну подрядчик, наверное. А почему именно он? Ну они же работу эту делали, значит, должны за собой убрать. Вообще договор есть. В договоре должно быть указано, кто должен убирать. Вернее всего, что подрядчик. А сейчас все подходите за своим обмундированием. При этом практика общегородских субботников показывает, что жители нашего города активно реагируют на просьбы помочь в уборке общественных территорий. Я считаю, что люди в любом случае должны помогать. Если городу какая-то помощь нужна, то люди всегда должны сплотиться и помочь. В принципе, облагородить город силами людей не так и сложно. В первую очередь наведением порядка на месте займется управление ЖКХ. Тяжелый мусор не убрать руками. Для этого пригонят погрузчик и самосвал. В мэрии предоставят инвентарь, грабли, мешки. От жителей потребуется посильная помощь. Траву повырывать, где-то граблями почкать. Такой легкий бытовой мусор в кучке загрести и, соответственно, провести. Всех желающих помочь ждут на стадионе «Прогресс» 29 июля в 10 часов утра. Евгения Ижутова, Андрей Сегаев. День с толком.